Добрый вечер. Каким печальным последствиям может привести беспечность при обращении с огнем, мы знаем по сообщениям о пожарах в нашей стране и странах-соседках. О том, насколько мы бдительны и подготовлены к чрезвычайным ситуациям, поговорим сегодня с нашим гостем. Присоединяйтесь. Сергей Николаевич Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, подполковник внутренней службы. Родился в 1979 году в Верхнедвинском районе Витебской области. В 2001 году окончил Гомельское высшее командно-инженерное училище МЧС Республики Беларусь, затем Гомельский инженерный институт МЧС Республики Беларусь, а в 2016 командно-инженерный институт МЧС Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал в инспекции Государственного пожарного надзора в Витебске. С 2003 года работал на разных должностях в Гомельском областном управлении МЧС. На нынешней должности с 2015 года. Имеет государственные награды. Медали за безупречную службу третьей степени и второй степени. Женат, воспитывает троих детей. На вопросы, которые касаются деятельности областного управления МЧС, можно получить ответ прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 802-32-340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер 8029-340-043-3. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, любите ли вы лето и как на эту пору года смотрите с профессиональной точки зрения? Конечно, лето люблю, наверное, потому что я родился в эту пару года. У меня семья большая, да, и мне меньше времени надо уделять для того, чтобы собрались мои дети. Мы вышли куда-то на улицу, то есть легкая одежда, тепло, можно и вечер, поздно вечером возвращаться. Ну а с профессиональной точки зрения, конечно, лето это горячая пора для нас, для спасателей, потому что особенно с теми погодными условиями, которые установились сейчас на территории нашей области, да, это связано, конечно, с лесными пожарами, с пожарами в экосистемах. Их количество, к сожалению, растет, хотя комплекс мероприятий заблаговременно готовится, реализуется, большие ресурсы тратятся в области на решение этих вопросов, но благодаря вот беспечности наших граждан пожары в экосистемах возникают и приносят вред, наверное, как и природному миру, так и, в принципе, всем окружающим. В общем, у сотрудников МЧС нет каникул. Да, все правильно. Абсолютно точно. Логично, что после трагедии в Кемерово простых граждан, гомельчан, жителей области интересует, насколько велик риск возникновения у нас в местах массового посещения людьми чрезвычайных ситуаций и каков уровень защиты? Объекты с массовым пребыванием людей, они всегда были поднадзорны. МЧС всегда уделяло особое внимание им, даже когда был введен год отсутствия каких-либо проверок, мы весь государственный пожарный надзор, офицерский состав направляли для того, чтобы выступать в трудовых коллективах данных заведений, да, и тем самым обращать внимание всех работников на те моменты, которые могут привести к трагедии. И после всех тех событий, которые произошли в Российской Федерации, нами был реализован и проведен уже первоочередной комплекс мероприятий именно по всем этим объектам. Порядка 2300 объектов Гомельской области охвачены были проверками. У нас так много крупных объектов, да? Да, но объекты с массовым пребыванием людей. Ну это и учебные заведения, правильно? Конечно, детские садики, школы, больницы, поликлиники. Именно основные усилия были направлены на то, чтобы выявить те условия, причины, которые могут способствовать угрозе жизнедеятельности. В принципе, таких причин и условий их выявлено не было. Да, есть проблемы, да, есть те вопросы пожарной безопасности, которые сегодня необходимо руководителям, субъектам хозяйства не решать на местах. Мы их обозначили, мы их разъяснили. Были меры, где руководители нас и не слышали. Мы их и привлекали к административной ответственности. Это порядка 50 руководителей из 2300. Ну, соответственно, эта работа и дальше продолжается. Мы сегодня реагируем и на те обращения, которые сегодня, спасибо нашим гражданам, которые видят проблемы. Я вам скажу, да, после этих событий мы имели шквал. Шквал обращений. У нас даже не хватало личного состава. Приходилось выбирать, что более важнее. Но мы реагировали в те сроки, которые установлены законодательством. Мы выходили, реагировали и устраняли те последствия, которые обнаружили наши граждане. Спасибо, Сергей. Отрадно, что у нас уже есть телефонный звонок. Давайте слушать. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Смирнова Татьяна Викторовна, проживаю в микрорайоне Любинска. У меня вот здесь какая-то проблема. Вокруг нашего микрорайона очень часто школьники на луговой территории от реки Сож и озера Любинска возжигают здесь луговую травляную массу или кустарники. А то мусор, когда с родителями приедут на шашлыки, и потом это палят пластмассовые бутылки, все что угодно. Можно, чтобы по школам, как начнется учебный год, проводили разъяснительные работы ваши работники МЧС вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних. Детям это получали, что это нельзя ни в коем случае делать. Они когда и во дворах это палят. Спасибо. Вот даже рекомендация такая, Сергей. Спасибо, да. Я хочу уверить в том, что мы эту работу проводим постоянно, потому что основной акцент МЧС сегодня делает на подрастающее поколение. Мы сегодня понимаем, что то, что мы заложим нашим детям, то мы будем иметь и потом. То есть если сегодня они будут понимать основу безопасности жизнедеятельности и те действия, к чему они могут привести, то, соответственно, они их не будут реализовывать. Но это дети. И, конечно, принимается. Мы не то, что будем ждать начала нового учебного года. Мы будем работать весь каникулярный период в оздоровительных лагерях, в пришкольных лагерях, приглашая в свои подразделения и разъясняя как поведение при пожаре, либо другой чрезвычайной ситуации, так и последствия, которые могут наступить в ходе игры. Но здесь основная проблема – это, конечно, родители. Как сегодня родитель отпускает своего ребенка и чем он занимается, не интересуется. Здесь, конечно же, надо в первую очередь призывать родителей, потому что это их дети, и они должны знать, где ребенок находится и чем занимается. Родители не должны перекладывать ответственность на плечи сотрудников МЧС в том числе и регулярно повторять то, что их дети наверняка знают и проходят в школе, о чем им говорят, в том числе и сотрудники МЧС. Совершенно с вами согласен. Спасибо. Дорогие друзья, для нашего выхода в народ мы на этот раз выбрали вопрос. Считаете ли вы себя в безопасности в общественных местах? Почему я должна чувствовать себя в опасности? Все нормально, слава богу, у нас все хорошо в Беларуси, тишина. Вполне чувствую безопасность, когда нахожусь в парке, допустим, или где-то на площади. Ну да, ощущается, что нету видимо то, что угрожает жизни. Да, особенно в последнее время, когда проводятся оккультмассовые мероприятия, охраны достаточно. Я тоже считаю, что так сейчас наше вообще министерство, то есть оно старается за этим следить, и то есть мы находимся в полной безопасности. А вы не считаете, что вот где-нибудь крыша, скажем, даже обрушится, как в России? Ну я так думаю, после такого страшного случая были проведены достаточно проверок. Поэтому и у нас как-то в стране, и по разговорам знакомых, то есть проверки проводятся регулярно. А чего должен бояться? Нет, не боюсь, все в порядке. В стране все выстраивает нормально. Ну я не задумываюсь об этом. Так вообще, вроде все спокойно у нас. Да. Почему? Ну потому что я живу в Израиле, там сплошные проблемы, а здесь у вас тихо и спокойно, хорошо. Я здесь себя чувствую как дома. Я здесь родилась, выросла, а там беспокойно, там все время война, у вас хорошо. Сергей, ну вот граждане, отвечая на этот вопрос, они коснулись не только мест с массовым пребыванием людей, да? Они коснулись в целом ситуации. Как вы оцениваете эти ответы? В целом, конечно, хотелось бы, это дорогого стоит такая оценка гражданам. Конечно, мы и будем в дальнейшем осуществлять свою деятельность совместно и с работниками органов внутренних дел, как на тех открытых площадках, где организовывают и проходят мероприятия, так и в закрытых учреждениях, в больших торговых центрах. То есть мы постараемся обеспечить ту безопасность, которая сегодня сложилась на территории Гомельской области, в этих учреждениях, на открытых площадках. Мы впредь будем работать в этом русле. В принципе, это основная задача в наших органах. Это очень важно, потому что один-два случая, дискредитирующие, и все. Доверие потеряно, поэтому... Его потом тяжело завоевать. Абсолютно точно. Сергей, есть у нас вопросы в Вайбер. Один из вопросов. Николай Иванович его прислал. Пожилым людям, наверное, сложно выполнять требования безопасности. Кому они могут обратиться за помощью, Николай Иванович? Что имел в виду Николай Иванович? Ну, трудно понять. Но наверняка, может быть, в жилом доме, я так понимаю. Пожилым людям. Да, да. Конечно. Однозначно. Потом надо уточнить адрес. Мы обратимся. У нас вообще на территории Гомельской области, как ни в какой иной области, у нас функционирует система так называемых смотровых комиссий, куда объединены все субъекты профилактики правонарушений. И основная задача этой смотровой комиссии, это чтобы выявить проблему в категории группы риска, к которым и относятся вот такие одиноко проживающие граждане преклонного возраста, многодетные семьи, семьи, находящиеся в социально опасном положении. Вот. Чтобы прийти, выявить проблему и оказать помощь этим гражданам. Конечно, здесь есть ряд социальных программ государственных, под которые выделяются средства. И эти средства могут направлены быть на те же самые устранения угроз жизнедеятельности гражданам. Сегодня, в принципе, этот гражданин вы можете обратиться к нам по телефону 252 902. Мы однозначно выйдем вместе с комитетом по труду и социальной защите, со всеми заинтересованными, изучим ту проблематику и, конечно, окажем помощь. А вот такой момент, если у этого пожилого человека есть дети, здесь не переложат ответственность именно на детей? Потому что иногда они бывают далеко, не всегда приезжают и так далее. Каждый случай, он индивидуален. Даже если есть дети, все моменты, они будут изучены. Потому что и дети сегодня, к сожалению, могут и не общаться со своими родителями, которые находятся в преклонном возрасте. Здесь в полностью, в совокупности изучаются проблемы, вырабатываются и принимаются решения все равно в пользу гражданин. Конечно. Спасибо, Сергей. Следующий вопрос. Мы уже слегка касались вот этих проверок, которые провели сотрудники МЧС в местах с массовым пребыванием людей. И вы говорили, что были некоторые проблемы. Так вот, какие именно и какие меры были приняты более подробно? Сегодня можно разделить проблемы на те, которые требуют затрат. Это субъект хозяйствования взял, сделал перепланировку объекта. То есть поменял структуру этажа, стены, пути эвакуации. И можно разделить еще на те проблемы, которые не требуют затрат. Например, поменять замок или убрать ящики. Не требуют затрат. Которые, в принципе, те события в Кемеровской области показали, что персонал, который должен был заниматься эвакуацией граждан, это их основная задача в случае возникновения пожара, то они должны были это выполнить. К сожалению, они этого не выполнили. Здесь даже те системы безопасности, которые были в здании, они даже когда настиг, вы же видели, как там быстро распространялся огонь, продукты, горение. То, в принципе, когда даже достигла вопрос и система безопасности сработала, уже люди находились в ловушке. То есть тот персонал, который должен был знать и выполнять действия в случае пожара, он их не выполнил. У них сработал инстинкт самосохранения, и они, опасаясь за свою жизнь, просто покинули здание. Оставив тех самых беззащитных граждан, малолетних детей. Которые, может быть, даже и не знали о путях эвакуации. Малолетних детей, которые, в принципе, конечно, потеряны, и поэтому вот такая трагедия и произошла. Но еще раз заострю внимание на том, что вот наши крупные торговые центры, и не только торговые, развлекательные и так далее, вот с точки зрения пожарной безопасности, с точки зрения правильности путей эвакуации, как устроены? На сегодняшнем этапе еще раз скажу, что сегодня все объекты с массовым пребыванием людей нами промониторены. На период мониторинга условий возникновения чрезвычайной ситуации выявлено не было. Пути эвакуации соответствуют требованиям. И повторные мониторинги проводятся путем, даже когда наши работники переодеваются в гражданскую одежду, выходят и смотрят. И мы для себя определились, что если мы уже субъекту хозяйства не объяснили, что нельзя загромождать, нельзя закрывать пути эвакуации, что персонал должен знать действия в случае пожара. То есть те мероприятия, которые в принципе в совокупности влияют на исключение каких-то тяжелых последствий, то мы будем сразу реагировать и принимать меры административного принуждения. Но если мы выявим факты перепланировки, отступления от проектной документации, то мы будем выходить через суд и хадатайствоваться за опрещение эксплуатации объекта в целом. Понятно. Сергей, скажите, ну вот такой личный вопрос. Вы ходите в крупные торговые центры? Хватает у вас времени с семьей посещать развлекательные? Да. Крупные центры. Вы идете. Ну понятно, что нельзя вот это профессионально никуда деть. Но вот вы идете, вы обращаете внимание просто как гражданин на пути эвакуации, вот куда можно в случае чего выйти. Советуете ли это делать гражданам, обычным гражданам, не сотрудникам МЧС? Конечно. Любой гражданин, да, он, заходя в какое-либо учреждение, особенно если он там первый раз, он должен изучить, как он заходит, где находятся ближайшие пути эвакуации. Ну, вряд ли. Вот вы верите, что будут изучать. Мне кажется, обратить внимание, изучить нет. План вряд ли. Правда? Ну вот обращать внимание на это, да? По путям эвакуации? Ну, значит, если увидишь, что загромождены коридоры, проходы, двери закрыты, то я бы советовал туда и не идти. Вот так. Я бы советовал туда не идти, потому что вот эти проходы, которые загромождены коробками и товарами различными, может произойти и возгорание, да, это ж люди. Тут человеческий фактор сыграть, соответственно, люди будут отрезаны огнем. То есть субъект хозяйствования не соблюдает меры безопасности. Здесь надо информировать. Игнорируем такой торговый объект. Да, и самое большое наказание для них – это отсутствие покупателей. Отсутствие покупателей, точно. Это самое большое наказание. Абсолютно точно. Кстати, вот по итогам проверок, вот эта замечательная вещь была предпринята министерством, да, была создана интерактивная карта, на которую были нанесены проверенные объекты. Навести стрелочку, вот она сейчас, кстати, на нашем экране, навести стрелочку на интересующий тебя объект, и ты поймешь, какие нарушения существуют в этом торговом или развлекательном, или учебном заведении. Кстати, информация по Гомельской области полная. Это на сегодняшнем этапе все четко отслеживается, потому что установлены сроки, определены нарушения, они есть на карте, и сам субъект хозяйствования, некоторые они понимают это, видят, что сегодня люди все пользуются интернетом. Они посмотрят, думают, так мне идти в этот объект торговли небезопасно. И они сегодня принимают меры и устраняют. Поэтому эта карта постоянно, ежедневно, при наличии ответа и подтверждения устранения нарушений, она корректируется, эти мероприятия исключаются. Либо при повторном обращении, проверке этого объекта, при выявлении вновь выявленных нарушений, она пополняется. А достаточно ли у сотрудников МЧС полномочий в отношении физических лиц и учреждений, которые не выполняют требования пожарной безопасности? Знаете, полномочий это достаточно. Нет только полномочий, чтобы поменять отношения субъекта хозяйствования, тех должностных лиц, которые... Идет работник МЧС, он знает, что придет работник, либо увидел его, он быстро старается. Он прекрасно знает, что надо соблюдать, как должно быть, да. Он это быстро устраняет. Но, к сожалению, когда работник МЧС уходит, то все данные проблемы, закрытие дверей, да, для того, чтобы сохранить там свои товары, еще что-то, во благо чего, то эти все вопросы опять имеют место. То есть сейчас мы и работаем с трудовыми коллективами, работаем с субъектами хозяйственными, пытаясь поменять их мышление и подход к безопасности. Потому что, ну, не может сегодня государство содержать, и надо ли содержать сегодня столько инспекторов Государственного пожарного надзора, чтобы на каждом объекте он ходил. Это надо поменять свой подход. И я думаю, что уже сегодня есть положительные примеры. Я думаю, что... Мы видели на примере нашего опроса. И еще больше, и наши люди это понимают, видят. И я думаю, что субъекты хозяйствования примут и придут к этому. Спасибо. Я хочу обратить внимание телезрителей на то, что можно писать вопросы в Вайбер. Пожалуйста, пишите, Сергей Николаевич с удовольствием ответит. А также вы можете звонить по телефону, который видите на экране. Сергей, очередной вопрос в Вайбер. Сергей Николаевич, вот, видимо, телезрители услышал, пользуются ли ваши дети мобильным приложением «Помощь рядом», Наталья? Да, у нас мобильное приложение «Помощь рядом», оно установлено и на моем телефоне, и у моей супруги. И у меня, к сожалению, только два телефона у детей. Маленькая еще, я ей не разрешаю иметь телефон. У них установлено мобильное приложение «Помощь рядом», и я периодически, играя с ними, показываю. И там есть и тесты в шутливой форме. Мы разбираем некоторые ситуации, в том числе и просматривая сегодня мультики, которые МЧС снимает, «Волшебная книга». Да, и там, что хотелось бы отметить, там вот эти вот мультяшные киногерои, сегодня наша фабрика их выпускает, и они поступили в продажу. И люди сегодня могут посмотреть, потом приобрести своему ребенку. Ребенок уже в играх будет реализовывать те навыки и знания, полученные от просмотра этих короткими важных сил. И решать задачки, поставленные в ситуациях. Все правильно. Все правильно. Полезное приложение, полезные мультики. Кстати, о детях, Сергей Николаевич. Наверняка многие родители сейчас задаются вопросом, насколько безопасны те оздоровительные лагеря, в которые мы отправляем своих детей. Как проходит в этом направлении работа? Здесь особый подход всегда. Это на уровне Гомельского областного исполнительного комитета начинается эта работа еще до того, когда наступают каникулы. Принимается решение, определяются те все заведения, их порядка больше 500, есть круглогодичные 10 заведений. То есть определяются все службы, которые будут осуществлять деятельность, в том числе и наши подразделения. Мы осуществляем проверку, выступаем, работаем с коллективами, отрабатываем с ними действия в случае пожара. И все эти мероприятия, до того, как открывается непосредственно смена в лагере, они уже все реализованы. И потом уже в ходе даже эксплуатации самого лагеря, мы приезжаем, работаем как с детьми, так и с персоналом, выявляя, смотря, есть ли какие-то условия, которые могут привести к чрезвычайной ситуации, чтобы еще раз убедиться в том, что наши дети, им там безопасно. Спасибо. Сергей, есть у нас вопрос. Давайте слушать телезрителя. Здравствуйте. Добрый день. Как вас зовут? Сергей. Сергей, для удобства. Ваш вопрос, пожалуйста. После трагедии в Темерово были проверены многие торговые объекты и города Гомеля в том числе. Но меня удивляет, почему не обращается внимание на наши торговые объекты на рынках. Центральном, Протковском, Старый аэродром. Ведь все проходы заставлены настолько товаром и всем этим, что в случае чрезвычайной ситуации там невозможно будет ни эвакуация, ни бегство людей, ничего. Вот почему на это не обращается внимание? Ну, если, спасибо, Сергей, если брать аэродром, рынок, то там, скорее всего, все-таки на открытом воздухе, там помещения, хотя есть небольшие помещения. Нет, здесь правильный вопрос. Спасибо. Я сам часто бываю на рынке и вижу, как Давыдовский, Прутковский, центральный, особенно эти вещевые. Потому что каждый продавец, он хочет, чтобы у него купили, он хочет заработать. И он использует любое пространство, чтобы вывесить свою вещь, для того, чтобы покупатель увидел ее и подошел именно к нему. И тем самым, они те проходы, которые существующие, они их заужают. И действительно, мы эти рейды проводим, мы их делаем. Ну, сами понимаете, что сегодня я тем потенциалом, чтобы обеспечить, выделить инспекторов Государственного пожарного надзора, только для того, чтобы они наводили порядок на рынке, нет. Ну, что я обещаю, мы сейчас проведем рейды и жестко подойдем к этому вопросу именно к администрации рынка. Потому что это их функции и их задачи. И глава государства не зря поднял авторитет руководителя. Что раз вы решаете все вопросы, то вы решаете вопросы безопасности. И здесь мы еще раз, я обещаю, что в кратчайшие сроки, даже на этих выходных, мы на рынках проведем эту работу. Потому что есть и курят непосредственно продавцы там, находясь около ролета. То есть не соблюдая тот противопожарный режим, который установлен. Этот вопрос, конечно, принимается. И буквально в ближайшие дни мы еще раз проведем работу на рынках. И с администрациями рынков, я думаю, этот вопрос закроем. Что противопожарный режим улучшится в части освобождения проходов. Ну, я обещаю. Спасибо. Наша съемочная группа побывала в центре пропаганды Гомельского областного управления МЧС. И готова рассказать о работе, которую сотрудники ведомства проводят с населением. В областном управлении по чрезвычайным ситуациям праздник, организованный центром пропаганды и взаимодействия с общественностью и приуроченный ко дню защиты детей, проводят уже несколько лет. Однако таким масштабным он не был никогда. Илье Кричевцову сегодня всего полтора года, а поэтому в роли участника он чувствует себя не совсем уверенно. Инициативу приходится брать на себя маме и папе. Родители приняли участие в параде детских колясок, стилизованных под пожарные машины. Только с помощью папы нам все это удалось реализовать. Когда сказали, что это машина будущего МЧС, нам сразу пришла идея, что это будет межгалактическое, что-то межпланетное. Ну вот МАП, мы поэтому и называемся, межпланетный аппарат пожаротушения. Что делать, если в сковороде загорелось масло? Как собрать ртуть из разбившегося градусника? По какому номеру телефона позвонить спасателям? Это только на первый взгляд кажется, что мы знаем все. В чрезвычайной ситуации нужна предельная концентрация. Очень увлекательное занятие, и обязательно надо попробовать все-таки пройти это. Да, это очень полезно, потому что и дети, и взрослые должны знать, что делать в экстренных каких-то ситуациях. Поэтому это очень полезно. Пускай и дети, и взрослые приходят почаще на такие мероприятия, участвуют. Это очень здорово, весело и полезно. Для Центра пропаганды и взаимодействия с общественностью Гомельского областного управления МЧС «Квест-игры» — часть профилактической работы с населением. Сегодня это вообще, пожалуй, самый эффективный способ донестись до людей, казалось бы, простую истину. Наша безопасность в первую очередь зависит от нас самих. Мы начали использовать такую форму работы, как квест-игры. Когда выезжаем в сельскую местность, привлекаем пожилых людей, детей, да и вообще различную категорию людей, чтобы через игру, через практику они попробовали для себя, как они смогут действовать в чрезвычайных ситуациях. Допустим, вызов пожарной службы. Очень сложно для наших граждан, потому что многие очень забывают в панике, забывают номер телефона, поэтому еще раз хотим через игру напомнить им. Дальше. Очень часто происходит такая чрезвычайная ситуация, как разбили градусник. Как действовать? Как собрать ртуть? Куда обратиться? Насколько пары опасны ртути? Смогут ли дети научить взрослых правилам противопожарной безопасности? Вопрос далеко не риторический. Однако на них сегодня значительные надежды. Если родители часто считают себя знающими все, то у детей такой уверенности нет. В Гомельском центре пропаганды и взаимодействия с общественностью убеждены, профилактику нужно начинать практически с младенческого возраста или, в крайнем случае, с возраста воспитанников детских садов. С ними мы проводим игровые программы и показываем, демонстрируем, знакомимых с мультфильмом «Волшебная книга». Далее идут школьники. Со школьниками это проведение занятий, викторин, бесед и также тематические фильмы. Студенты – это ситуационная задача и решение их, и различные ситуации. Тоже мы используем такую форму, как проведение ток-шоу, где можно высказать свое мнение и поделиться проблемными вопросами. Сегодня в Центре пропаганды и взаимодействия с общественностью Гомельского областного управления МЧС завершается создание музея пожарной службы. Если судить по тем экспонатам, увидеть, которые пока могут только сотрудники МЧС и журналисты, это будет действительно уникальная выставка, подтверждающая уже известную аксиому – без спасателей никак нельзя. Далеко не все гомельчане знают, что в результате пожара 1856 года в городе сгорело 540 дворов, почти половина существовавших тогда построек. Пожарная команда с одним ручным насосом и двумя бочками воды сделать ничего не смогла. Сегодня в Гомельской области насчитывается около 3000 спасателей, в том числе около 800 в Гомеле. В эту же статистику можно включить три аварийно-спасательных отряда, дислоцированных в Гомеле, Речице и Мозере, что, впрочем, никак не отменяет необходимости профилактической работы, в том числе в музее Центра пропаганды и взаимодействия с общественностью областного управления МЧС. У нас будет интерактивная такая площадка, где с помощью таких технических средств человек будет попадать в реальные, чрезвычайные ситуации и будет применять различные средства пожаротушения, для тушения, например, лесного пожара, или там загорелась трава, и он интерактивно будет что-то делать для того, чтобы потушить эту траву. Или, например, находясь дома, загорелся телевизор, он интерактивно попадает в эту среду и будет приступать к тушению пожара из-за телевизора, спасения людей и так далее. То есть вот такое продумываются у нас интерактивные площадки. Сергей, мне кажется, что вот на эти интерактивные площадки, которые разрабатываются сейчас Центром пропаганды и о которых рассказывала Людмила, скорее всего, нужно приглашать взрослых, чтобы они попробовали свои силы, потому что дети, мне кажется, больше знают сейчас, чем взрослые. Действительно, вы правы, мы очень активно работаем и с образованием, и с комиссией по делам несовершеннолетних, именно нацеливаем на то, чтобы родители обращали внимание, чем заняты их дети. Потому что на сегодняшнем этапе, если брать статистику, у нас, к сожалению, в этом году уже трое детей утонуло. А результат один – оставление их одних. То есть родители не уделяют должного внимания своим детям. Оставляют одних, и здесь сразу трагедия. Но есть надежда на то, что вот те дети, когда вырастут, уже своим детям будут уделять должное внимание. Я хотела бы обратиться к теме пожаров. Скажите, пожалуйста, какова статистика по пожарам в Гомельской области по сравнению с аналогичным периодом минувшего года? Если брать статистику пожаров на территории Гомельской области, она в целом складывается успешно. У нас идет снижение. У нас 274 пожара произошло в текущем году, против 281 в прошлом. Если сравнивать с другими областями, то я скажу так. Гомельская область – единственная область, где наблюдается снижение пожаров и снижение погибших от них людей. То есть у нас этот показатель, как и на 10 тысяч населения, он лучше по снижению, чем все другие области. Как вы этого добиваетесь? Сегодня это благодаря общему подходу. Сегодня именно Гомельский областной исполнительный комитет, он четко понимает необходимость сохранения жизни людей, которые должны приносить пользу государству, экономике, создавать семьи, расти с людей. Это гибель людей от внешних причин. И сегодня именно он задает темп, и все субъекты профилактики правонарушений, они сегодня работают, можно сказать, даже на грани своих возможностей. Благодаря этому у нас сложились такие цифры по гибели, вот если брать пожары как внешнюю причину. У нас, если, наверное, 10 лет назад погибало порядка за год 200 человек, то за прошедший год 2017 – 62. Но это тоже большая цифра, и мы здесь работаем, чтобы эта цифра стремилась, конечно, к нулю. Сергей, сейчас тезисно. Основные причины, приводящие к пожарам в жилых домах. К сожалению, сколько мы не работаем с гражданами, это неосторожное обращение с огнем. Условием нахождения в состоянии алкогольного опьянения. Либо немощность. Это преклонный гражданин преклонного возраста, который обращается с огнем, получает соответствующую травму и смертельный исход. Следующее, конечно, оно и развитие дальше получится – это использование электрооборудования. То есть сегодня у нас вторую причину возникновения пожаров – это непосредственно эксплуатация и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. И третью причину – у нас еще много домовладений с печным отоплением. К сожалению, граждане не перекладывают новые печи, не устраивают, пользуются теми, какими есть. И тем самым они нарушают правила пожарной безопасности при эксплуатации печи, что и приводит к пожарам. Вот три основные причины, на которые мы сегодня уделяем внимание и работаем с ними. Сергей, мой вопрос такой, но есть же еще и территории общего пользования. И мне же вторит телезритель. Всегда ли удается пожарным пробиться к дому во дворе, плотно заставленном машинами? Это общая проблема, она уже давно существует. И выступая в трудовых коллективах, мы пытаемся повернуть этих граждан, что не поленитесь вы пройти пешком до подъезда этих 50-100 метров. Это даже полезно, да, сказали бы работники здравоохранения. Но, к сожалению, пока эта проблема существует, потому что наша техника, она габаритная, она требует больше места размещения. Плюс лестница, которая эвакуирует людей с высот, необходима площадка для того, чтобы она устойчиво стояла. Но, к сожалению, эта проблема остается на сегодняшнем этапе. Она постоянно нами поднимается, мы с ней работаем. И думаю, что все-таки мы повернем граждан нашей области в обратную сторону. Они будут понимать необходимость даже не то, что пожарной машины. У нас сегодня хватает снаряжения соответствующего в нашей службе для того, чтобы дистанционно ликвидировать тот либо иной пожар. Но есть и медицинская помощь, которая должна оказываться гражданином. И она немаловажна сегодня в наше время. Я так понимаю, что мы можем даже призвать гражданам к тому, чтобы они стали пожарными инспекторами в своем доме, в своем подъезде, в своей квартире, в своем дворе. Это правильно. Потому что, если брать в целом, то раньше еще, в царские времена, если был пожар, то пожар был во всей деревне. Вся деревня, от мала до велика, бежали, и каждый чем-то занимался. У каждого было распределено, чем в случае пожара он будет заниматься. Кто-то носить воду, кто-то помогать расчищать дорогу, чтобы там по воде лошадь и еще что-то организовали. То сегодня, к сожалению, мы от наших граждан, приезжая и выезжая на пожар, видим только что. То, что они расставили свою технику, автомобили оставили. Видим только то, что они пытаются заснять картинку, эффектную, ту, которую они видят, на мобильный телефон и выложить, соответственно, в сети. Сергей, еще есть один вопрос такой по поводу стройматериала. Вот скажите, сейчас очень много строительных магазинов, и разные материалы продаются, например, для облицовки стен. Вот меня интересует, сотрудники МЧС, они как-то отслеживают качество того товара, который привозится? Насколько он огнеупорный? Насколько можно его использовать? У нас есть технический регламент, который четко регламентирует применение в строительстве того либо иного вида материала, который должен подтверждаться протоколами испытаний. Конечно, мы отслеживаем. Мы отслеживаем при организации проверки и мониторингов объектов строительства, даже тех же самых рынков. А также мы сегодня выдаем заключение о соответствии объекта строительства, реконструкции либо капитального ремонта. И поверьте мне, если мы выдаем положительное заключение, то все материалы, которые применены на объекте, они соответствуют тем требованиям, которые предъявляются непосредственно к этому объекту. Спасибо. Сергей. Город Гумель, город немалый. И наверняка у пожарно-спасательного отряда областного центра есть своя специфика. В чем она состоит? Тезисно? Это как спецназ. Понимаете? Это постоянно действующий организм, который в любую ситуацию автономно может осуществлять свою деятельность. И деятельность у них очень широка. Как спасение на воде, под водой, так и разбор конструкции зданий, сооружений. То есть у них стоит специальная техника, которая именно может выдвинуться в любую точку нашей области и осуществлять свою деятельность. Кинологи. То есть там все аварийные службы, которые, реализовывая свою деятельность, должны увеличить шансы найти и оказать помощь человеку. Спасибо большое. Но коль мы сегодня о пожарах больше говорили, у вас есть буквально одна минута на ответ. Какие рекомендации по предупреждению пожаров вы хотели бы дать телезрителям? Сегодня одна только рекомендация. Установите в своей квартире, в жилой комнате автономное пожарное извещание. Это единственное средство, которое может гарантировать, что вы проснетесь утром, выпьете кружечку чая, кофе, посмотрите новости и пойдете трудиться на свое рабочее место. Но спасет ли пожарный извещатель, когда человека дома нет? А здесь речь идет о спасении жизни, а не о спасении материальных ценностей. Спасибо. Ну что ж, Сергей Николаевич, я благодарю вас за то, что вы приняли участие в этой программе. Благодарю, что ответили на все вопросы наших телезрителей. Ну а телезрителей благодарю за активную жизненную позицию. Дорогие друзья, это был диалог с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным. Берегите себя, пусть у вас все будет хорошо. Субтитры подогнал «Симон»